так всем привет у меня очередной эфир как вы знаете я все время вещаю про подростков про их боли про их страхи и там про какие-то вопросы которые касаются подростков и сегодня кто знает я недавно проводила эфир с профориентатором дарьи мы обсуждали тему как родители могут из дома в семье помочь своим детям выборе профессии в целом в этом процессе большом а сегодня я хочу на эту тему посмотреть с другой стороны и пригласила психолога всем привет действующего психолога игоря с которым хочу поговорить на тему а какие вообще страхи как с ними работать и какие лайфхаки может игорь посоветовать родителям и подросткам в том чтобы повороте перейти до через этот страх в какие-то действия реальные и так я жду когда мне игорь его здесь направить запрос так секунду сейчас игорь вы мне должны закинуть запрос и я вас приму так круче я жду пока игоря да вы мне запросы киньте игорь вот нажмите там на есть такой request а вот все вижу вас паху здрасте добрый вечер игорь добрый вечер классно что все включилась окей и так давайте игорь сразу как обычно я в принципе люблю когда эфиры такие короткие четкие конкретные с такими знаете с инструментами с кем-то лайфхаком для родителей но наша аудитория это родители подростков в основном да и сами подростки и как я уже сказала тема профориентации она так остро встает когда у детей уже в таких старших классах учатся и в основном она вызывает у детей тревогу и страх и вот я хотела с вами как с действующим психологом обсудить ну начать давайте с первый такой страх вот выбора профессии он наверно связан с тем что они боятся как бы что неправильно выберут профессию там и это повлияет на их всю жизнь там разрушить все их планы не знаю вот давайте на эту тему поговорим а почему такой страх возникает и что делать с этим ну в общем во первых всем здравствуйте еще раз и отвечая на ваш вопрос я бы хотел обратить внимание на то что страх будущего это это не детская не детский страх это у всех людей в принципе она присутствует в любом практически в любом возрасте потому что будущее навсегда туманно она всегда нестабильна и на преподносит очень разные сюрпризы да почему подросток боится потому что это первый его опыт в ответственности и с одной стороны родители некоторые нервничают и говорят подросткам почему ты не знаешь кем ты что ну ребенок он волнуется ему 16 лет или 15 лет он не знает кем он хочет потому что на самом деле я этот же вопрос задаю сорокалетним этим людям 30-летним и никто не знает кем кто хочет быть практически очень редкие люди которые нашли себя не знают кем они хотят стать мы живем в такое время когда любой может быть любым практически да то есть профессии мы можем менять 20 раз в течение жизни и это на сегодняшний день это нормально поэтому образование но если мы говорим про высшее образование да то любое если честно лишь бы был в какой-то вход во взрослую жизнь и взрослую профессию почему потому что может быть или первое образование не понравится понравится второе не понравится второе ты закончил какие-то курсы получишь сертификат будешь работать еще кем-то человеку свойственно менять меняться и мир сейчас движется сторону изменений и очень важно чтобы ребенок понял что что в этом это конечно ответственный шаг но это не осменить я даже на своем опыте я сегодня получаю пятое образование это то есть из таких академических поэтому все впереди не нужно переживать нужно просто идти туда где где зона твоих интересов и основная основная задача родителя увидеть где ребенку интересно и очень важно услышать и поддержать его в том направлении которое в которой он хочет еще очень важно родителю не вмешиваться да не накладывать свои паттерны свой предыдущий опыт какой-то на на ребенка почему потому что профессии которые были 10 20 лет назад их сегодня нет но все будет завтра непонятно но родить или всегда же есть ожидать от детей большинство родителей вот когда вы вот сейчас вы говорите не ожидайте там не накладывайте ну ну для родителей это непонятно и что я должен делать как если должен вести или детям говорить не бойтесь выбирайте любую профессию ничего с этим это тоже они такие ну мадина чё-то конкретные предложите типа они так всегда с нами разговаривают нет если задача угробить ребенка то ну делайте как знаете да то есть хотите устроить его там на геолого-разведочное когда он художником хочет стать устроить его и не надо там войти отдать и когда он скрипач ну вот ну и сломайте просто ну ребенка все его творческие какие-то инициативы подавите и все это получишь неуспешного человека если мы хотим получить успешного человека придется слышать придется слышать ребенка почему потому что сегодня время очень быстротечно и знания быстро устаревают да и если человеку не интересно изучать что-то он будет просто отставать во времени куча специалистов сегодня которые они просто во время не вклиниваются мне очень удивительно на людей наблюдать у которых нет соцсетей да мир весь цифровой стал поэтому нужно быть современным очень важно и очень важно понять что время будет ускоряться и сегодня завтра не нужно будет столько учиться потому что у тебя google есть даже уже сейчас теряем авторитет перед родителями только из-за того что как родители теряем авторитет перед детьми только из-за того что мы не знаем меньше чем google и зачем нам подходить и зачем и почему мы которые мы обладаем меньшими знаниями чем какой-то электронный там провайдер мы можем рекомендовать какие-то профессии свои поэтому я за свободу выбора человека а еще смотрите у родителей же такой страх они боятся например есть вот смотрите сейчас поколение вы наверно тоже замечаете поколение зумеров они все такие творческие мы когда вот знаете делали им такое ну анкетирование как бы куда хотят мы же вводим их компании знакомим с разными профессиями и вот если взять скажем лист из 20 профессий там нет инженеров дети в основном выбирали профессии связаны с как-то творчество дизайнер художник что-то вот с этим связано и нумеролог там их интересует да и вот получается а родители не не то что не верят они переживают что как будто вот эти профессии эта сфера как будто как это не твердая что будто мой ребенок завтра ну не сможет конкурировать в этом мире вот что для них например мы можем посоветовать вот как с этим работа как с собой родителями рекомендую быть современными почему потому что посмотрите куда компания движется компания нейролин хотя бы да то есть то что куда вообще все тенденции мира 2 движутся почему потому что даже казалось бы твердая профессия сегодня профессия хирурга да то есть даже и на западе это очень высокооплачиваемый если ты там такой не светило если ты умеешь пользоваться современным оборудованием то еще пройдет лет 20 это эта профессия заменится роботами и поэтому важно знаете единственное что роботы возможно не смогут это творчество это я наблюдаю за вот этими сегодня за этим искусственным интеллектом тени картинки в принципе при правильном запросе он рисует достаточно хорошо поэтому мне кажется нужно получать те профессии которые не может заменить робот это это явно не знание это какие-то навыки то навыки тоже отходят да то есть то есть человек ну ребенок должен уметь учиться очень быстро он должен перенимать навыки очень быстро он должен пользоваться современными технологиями и в любом случае чем бы ты сегодня не занимался это это будет около идти это рядом сети будет это даже медицина на сегодня с этим она вот уже вклинивается да посмотрите компания нейролин которые чипы вживляют уже в голову и ты можешь силой мысли управлять компьютером ты можешь ну то есть ты можешь делать невероятные вещи это открывает совершенно другие просторы совершенно другие перспективы поэтому просто наставить ну как бы давить на ребенка будь тем кем я хочу или папа был там вот инженером давай ты инженером мама была там врачом давай врачом мама преподаватель давай преподаватель очень важно быть гибким и очень важно понимать что это профессия не на всю жизнь которую ты получаешь ну да сейчас в принципе как горизонт говорят планирование вообще своей карьеры максимум 5 лет максимум это максимум ты поступил через 5 лет закончил уже никому не надо то есть понятно у тебя есть какой-то какие-то навыки какие-то знания которые ты можешь применить но ты должен применять их на современном оборудовании а не так чтобы ты надо на старом оборудовании потому что подходы меняются совершенно то есть та техника которая была 10 лет назад сегодня даже подход принципиально изменился кстати как я все кто смотрит эфир вы можете задать вопросы вот по теме страхов там профориентации игорю психологу ну или мне там по работе с подростками а у меня еще такой вопрос игорь смотрите ну вы же психолог который работаете с в целом да со всеми поколениями вот что вы можете сказать про зумеров какие вообще на них инструменты не работают вообще ну которые вот с нами как-то могли воздействовать там родители вот что категорически и например родителям не стоит делать и применять там в отношении подростков нынешних вот эти зумеры как вы выражаетесь я честно говоря первый раз это термин слышу я видит вот во первых они не терпят насилия и давление вообще то есть они они очень хрупкие эмоционально они и очень хрупкие психологически их поломать очень легко при этом они сильно творческие при этом они сильно умнее чем мы они более гибкие чем мы это поколение которое наше поколение но мое поколение и и старше то есть у них совершенно другой другой подход то чему я обучаю сейчас взрослых людей вот эти зумеры они знают сразу понимаете то есть ну это это очень удивительно на самом деле потому что когда я сталкиваюсь с молодежью к тому вот сейчас 24 20 лет они же очень эзотерические они же очень с высоким эмоциональным интеллектом и это очень удивительно для меня допустим поэтому на них нельзя давить с ними нужно договариваться и их нельзя ломать потому что такого зумера сломаете потом будете ходить по психологам никто не поможет что он сидит не работает вот сейчас очень много матерей обращаются когда сыну 22 года и 24 сидит дома это сто процентов его поломали он закончил институт который не хотел он ходил в обуви которая ему не нравилась он ходил носил одежду которую выбрала мама или папа и у него полностью подавили инициативу он просто сел и сидит в компьютере гасится все то есть не нужно на них давить им нужна свобода как и всем в принципе ну а как вот тогда их научить трудиться смотрите это тоже такой запрос родителей и нам кажется нашему поколению родителей что ну дисциплина там успехи в жизни приходят через труд как бы наша новка такая что надо потать несколько часов сидеть там решать задачи то есть ну вот такой а когда ты им даешь свободу этим детям ну это наш страх или реально некоторые дети ну они такие расслаблены ничего не хотят делать такие ну и не надо там у них особой цели нет потому что все есть в принципе вот тогда у родителей реально такая тревога а чё делать тогда вот если дать им свободу они же ничего не будут ни к чему стрим смотрите для характера очень важно детям спорт любой и музыка любая то есть это музыка это там где требуется усидчивость спорт это там где требуется усилие то есть это вечер ты характера которые вырабатываются вот и здоровье дает и творчество развивает и мозг развивает да то есть музыка и спорт причем для мальчиков желательно спорта волейбол баскетбол пол там ну любой и девочкам в принципе вот что-нибудь там вроде так танцев там бальных и так далее да то есть это дает концентрацию внимания это дает характер и упрямство и и это дает усидчивость все и это дает очень большое творческое развитие это то это то что делается до подросткового возраста ребенка когда ты пока мама ему или папа может еще влиять да то есть когда еще как бы такое ты еще имеешь право на психологическое насилие и на всяком случае у тебя есть какая-то власть да потому что власть теряется в двенадцать и если вы его до двенадцати лет жопку целовали и в четырнадцать вдруг вы опомнили что он вас не слушает потому что нужно было дать по жопе когда он еще прыгал у тебя на голове в семь лет не в шесть лет то есть это же процесс не однодневный да то есть мать баловала ребенка там до двенадцати лет потом в двенадцать лет четырнадцать она очухивается и я ему вообще не мать потом шестнадцать она его подавляет и говорит я твоя мама все я тебя нет она его подавила и дальше она выбирает ему профессию друзей она влазит в его взаимоотношения с девочками во взаимоотношения с мальчиками и все и в двадцать четыре человек сидит дома ему ничего не интересно кроме компьютера потому что только в компьютере он может убежать своей мамы и папы то есть важно весь процесс воспитания невозможно вытащить вот это вот двенадцать-четырнадцать лет и сказать ну вот что здесь делать первое нужно было делать заранее и второе теперь уже когда ты вырастила вот то что получилось нужно довериться ребенку потому что он все равно умный и очень важно доверять почему потому что если ты будешь переживать что ой он не тупой он плохо учится мне надо с преподавателем со всеми договариваться то он такой будет ой у меня тупой всегда попадает какие-то передряги он и будет попадать лишь бы ты была права поэтому важно доверие но свобода должна быть контролируемая все равно вот как ее контролировать вот эта грань грань это знаете это раньше так делали в школу отпускали с сегодняшнего дня ты в школу идешь один да ребенок идет а мама взаде там где-нибудь за километр смотрит провожает туда обратно то есть ребенка приучают к самостоятельности и плавают там рядом тренер идет с шестом а ребенок плывет сам но в любом случае очень важно его как бы давать свободу и что ему нравится не нужно настаивать я тебе говорю там допустим ребенок говорит я хочу рисовать ты будешь зачем тебе рисовать на тебе кайлу в руки иди вон долбирует да то есть ну не нужно че Игорь да смотрите а было хорошо если мы на поводу ну вот у меня тоже такой кейс был летом у меня дочка ходила несколько лет на теннис и потом ей одиннадцать вот будет двенадцать скоро и решила бросить и мне было так обидно столько лет да там она столько навыков там набралось мне казалось что этот спорт там закаляет и так далее и тут она в один день не пойду и все и заставлять ну как бы я могла заставить но я потом решила не твой лучше бы договариваться и но у меня был страх ну и у многих родителей там прямо писали тоже кажется что ребенок твой ну получает такой паттерн типа можно начать и бросить можно начать и бросить то есть у тебя нет вот этого ну как такого упорства скажем так добить до результата довести и все боятся что дети войдет это в привычку и ты будешь такой вырастешь там короче такой весь типа начинаешь и быстро сколько она играла четыре больше чем достаточно чтобы воспитать характер другое дело твоя цель там допустим из нее там шарапову сделать а ее цель просто чтобы мама заткнулась чтобы я там мастер спорта допустим или там кандидат мастера спорта да то есть может у вас цели изначально разные были или ей не нравилось ей до этого она не могла я же говорю психологическое моральное насилие которое позволить на маме до одиннадцати до двенадцати лет в двенадцать лет у нее тестерон подкидывается там женские гормоны тоже подкидываются она начинает уже предъявлять этому миру свои требования и свою вот эту зону комфорта интимную зону да свою и она тебя из нее выкинула вместе с теннисом теннис нужен был тебе а не ей поэтому она тебя иди до свидания я приняла это но вот это вот боль что тревога что у тебя у него привычка теперь будет такая что ага можно начинать в принципе не доводя до конца бросать вот как с этой это же проблема нас родителей или все-таки этой проблема ну детей может это стоп это сто процентов невроз мамы с папой да это нужно работать с родителями там ребенок ни при чем у ребенка может совершенно другие планы на свою жизнь они могут отличаться от того что хочет мама понимаешь мы же смотри мы же переносим свои смотри вот допустим ты там росла и хотела кататься на кольках да но тебя там кольков не было кружка не было льда не было потому что там в чем тебе тяжело да ну вот где-то и все и твой ребенок потом мастер спорта по фигурному катанию конечно ты будешь закрывать свои нерешенные дештальты незакрытые на ребенке или там я хотел участвовать в конкурсе красоты поэтому я не смогла теперь будешь ты то есть ты становишь ребенок становится инструментом как бы тщеславие мамы ну да такой это нормально а ка ну смотрите хорошо игорь а как а как тогда вот просто брать и вот что родитель должен что ты хочешь ребенок типа сейчас объяснять следовать она такая я сегодня хочу там на бальные танцы через неделю такая я не хочу я хочу художку и ты так и будешь ходить за ней каждый раз да 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 ты даешь всю палитру вот допустим от от рисования до музыки фигурное катание бальные танцы там если мы про девочку говорим да шахматы то есть ты смотришь на то что к чему у ребенка лежат интерес если ребенок без инициативных интересов нигде нету тогда палитра увеличивается если ребенок сам с детства не может сказать я хочу плавать или я хочу танцевать значит ты ему даешь все подряд смотришь где у него лучше получается но если вы куда-то идете хоть уходите хотя бы один год то есть за год уже понятно ребенку нравится не нравится нашел он вообще язык там с преподавателями или нет и оставляешь только то где получается и усиливаешь туда свое внимание все больше ничего а вот спрашивает если ребенок ничего не хочет смотрите у нас есть такие подростки вот вы сейчас же говорили чуть раньше что там летний мужик сидит и не хочет потому что его в действие передавили а есть если когда вот возрасте там 12 13 14 лет дети ничего не хотят просто вообще у нее даже нет знаете вот сегодня мы делали одно упражнение игру на там что хотите купить себе там награды какой-то там заработать должен день и девочка не знает что она хочет мне ничего не хочу даже купить себе просто ничего не хочет вот что делать с такими во-первых у них ценности уже разные еще раз повторяю потому что у нашего поколения вот это я хочу купить у них материальное многих уже отходит на второй план вот эти вот дети зумеры они это же новое поколение хиппи вы увидите которые не будут привязаны к недвижимости сейчас у многих вот просто мам и там жен волосы дыба потому что некоторые люди считают что не нужна своя квартира проще платить за аренду потому что что деньги морозит лучше куда-то вложить и вот эти зумеры они будут все не привязаны ни к деньгам ни к стране ни к чему поэтому у них просто другое другое мышление и придется с этим жить а что делать смотрите если у меня в семье вообще Игорь вот вы говорите я согласна с этим я просто сейчас пытаюсь такие вещи чтобы другие родители услышали да свои боли а вот что делать вот как жить с таким ребенком у тебя в семье такой ребенок который ничего не хочет да я теперь должна сказать да у него такие ценности и как у него такая мотивация нет нет смотри нужно найти его зону его интереса не бывает так что человек вообще не хотел он может не хотеть машинку там или компьютер но что-то он хочет в сотке сидеть в игры играть ну значит надо залезть в другую в свою сотку подгрузить ту же игру которая у ребенка и посмотреть что ему интересно в игре да понимаете родители вместо того чтобы зайти на поле детей они хотят вытащить его на свое поле зачем да всякий с ним поиграй там и пойми да и пойми что он там гасится вообще выучить сленг этот я этот когда услышал я же рофли думаю что такое и я думаю что это за слово такое я давай там гугли где-то залазить что-то узнавать что это такое то есть очень важно найти зону интереса ребенка и не вытаскивать оттуда а зайти туда и мало того стать лучше чем ребенок там в этой игре и тогда ты станешь авторитетом для него если прям сильно надо если сильно не надо то и забей тогда нечего страдать если ты не хочешь ничем жертвовать ничему учиться для того чтобы сблизиться со своим ребенком тогда наверно тебе не надо брось это гиганило да эти говорят же что если ты не вовлекаешься в интересы ребенка то между вами постепенно вырастет стена просто не будет а у вас должны быть общие интересы да многие вон там пишут я смотрю там хочу айфон и тикток тик токи знаете купите айфон дадите загрузить тик ток и через полгода он будет зарабатывать больше чем папа с мамой вместе взятые ну может быть а может быть и нет а может и нет нет ну и что но у него это же навык видеографии это навык ведения контента это то что нужно сегодня знаете вот сейчас у меня вдруг такая мысль пришла я не такой вопрос не собирать но вдруг сейчас да смотрите а как вы смотрите на то ну вот эзотерически уже да многие же родители они же к детям относится как собственно то есть типа это мой ребенок я должна там его вырастить я должна я хочу там успеха счастливого и так далее но но есть другая там другой чуть такое философское отношение да к этому что это там чужая душа которая пришла к тебе и которого из которого должны там отработать какой-то период и отпустить да вот а как родителей родителям в голову вот эту мысль вообще можно вселить или это каждый должен ее дожить сам как-то видите у нас у нас традиционно в казахстане и я так понимаю что все средняя азия примерно плюс-минус воспитание одинаковое как только ребенок родился он уже должен да особенно но но есть регионы у нас казахстане где прям ты только вот ты только народился да и и ребенка воспитывают вот мама самое главное ты маме должен и забудь я тебе образование мама самая близкая это вдалбливается там с годовалого возраста ему уже 45 и все равно мама самое вот ну самое главное и так такой ребенок когда мама самое главное это самый несчастный человек это самый несчастный человек это с точки зрения психологии потому что когда мама самое главное тогда мужчина и женщина они не самостоятельные это раз они зависят от ее мнения это два в этом нет свободы это три и такие люди почти ну очень много много неуспешных людей в этом я видел очень успешных людей с такими мамами но у них нету счастья тогда семейного угу то есть деньги есть счастья нету а бывает ни денег ни счастья нету и задача состоит в том что какую цель мы ставим да мама ставит цель чтобы не умереть с голоду и поэтому из-за из-за этого страха она вдалбливает сыну что за мамой надо ухаживать и нельзя ее бросать и не мы хотим воспитать отдельную самостоятельную ну как бы самодостаточную личность угу но самая парадоксальная знаете в чем что самостоятельная самодостаточная личность она даст большую безопасность своим родителям чем зависимая вот в чем парадокс угу поэтому я за то чтобы детей отпускать я за то чтобы они были свободны я единственное что ты должен как родитель дать максимально лучшее образование максимально лучшее образование не не обязательно там гарварды какие-то вот докуда ты можешь материально ребенка донести вот вот насколько высоко вот туда донеси поставь и умри иди и не лезь вообще не мешать ребенок был на ступеньку антона голову выше тебя в этом есть эволюция нет задачи чтобы он тебя содержал задача чтобы ты приподнял поставил и все и отошел не мешал не но это игорь это же можно так понять то есть приподнял значит если я не училась гарварде он должен учиться в гарварде да пиши меня да если я там и что-то там чего-то не достичь он должен стать миллионером да вот это значит у родителей все равно есть какое-то ожидание типа ты должен стать нет нет дело не должен стать он должен учиться в более дорогих школах он должен учиться в более дорогом вузе да вы просто у нас видите 30 лет независимости достаточно мало пока для нас но если вы посмотрите там европейские там какие-то университеты да я когда два года назад ездил в этот принцесский университет под Нью-Джерси под Нью-Йорком там есть семьи то есть там есть семьи которые там папа закончил вуз дедушка этот вуз закончил то есть там уже 3-4 поколения 5 поколений которые один и тот же институт заканчивают у нас таких вузов нет чтобы так долго они были еще и поэтому то есть твоя задача преподнести и дать лучшее образование и чтобы ребенок пошел легче дальше чтобы было какое-то развитие потому что если ты смотри если ты вышел на определенный уровень развития там финансового да и ребенка ставишь сюда же и ребенку будет этого достаточного не будет никаких целей какой смысл идти учиться и работать если это даст тебе ничего так то уровень жизни не меняется никак потому что вот эта вот энергия потенциала это ну вот как это чем выше разница тем больше энергии то есть я живу вот так и я должен увидеть как я хочу и чем больше вот эта разница тем больше вот этого энергии которые тебя будут отсюда так тогда у меня вопрос игорь смотрите есть люди очень богатые очень достаться ну как с достатком таким хорошим да у них дети как правило ну все есть они ходят в какую частную крутую школу там они знают что за них заплатят там образование даже напрягаться не надо там грант искать что они знают что они получат образование а где вот здесь тогда у них вот этот гап где стремиться у них во первых если у вас если прям денег оверд много да то в любом случае гарвард что-то такое там лигу плеща обязан закончить ты должен получить лучшее образование мировое почему потому что всегда лучшее мировое образование потому что единственное что у нас преграждает любого человека это образование такое существенное стена это финансы если у тебя нету ограничения найди то что тебе интересно найди лучшее место где этому учат и иди там закончить окей это первое второе таким детям что еще вот таким детям и родителям таким правда им не вдолбишь вот кто вот эти наши же олигархи это же номенклатурщики советские они же общаются только сверху вниз и вообще плевать что ты там думаешь да то есть я тебе сказал туда идешь но очень важно чтобы ребенка спросили кем он хочет стать без ожидания отца для чего отец столько денег зарабатывал чтобы потом ребенок все равно был как раб зачем да то есть нужно дать ему свободу выбора найти лучший институт по его этому по его увлечению и тогда может быть это будет следующий моцарт может быть там кто-нибудь там еще дали я не знаю тут смотрите есть такой подписчик мухтар байбук бозов он спрашивает сын говорит был музыку увлекался я посоветовал войти пойти и он меня послушал и в итоге это считается что я его заставил я не знаю в итоге это считается в итоге знаешь что будет может быть он будет хорошим айтишником но по вечерам он будет играть в ресторане то есть это все равно гештальт который не завершен это видишь вот смотри отец повлиял на мнение ребенка да то есть смотрите это может быть самый это может быть самое лучшее решение в его жизни ребенка пойти в айти а не на музыку да но это должно быть его решение понимаете потому что каждый раз когда у него будет не получаться он будет обвинять отца понятно то есть каждый раз то есть другое дело если бы он сам в музыке что-то не получилось и после этого пошел в айти сегодня в айти уходят в 45 лет в 50 лет идут я смотрю люди ну знаете в чем Игорь мне кажется проблема родителей в том что нам кажется что мы знаем ребенок сам принял решение но нам же кажется что он еще маленький ну в смысле он еще мир не повидал там жизнь не повидал вот как он сейчас он наверное ошибется сейчас он не понимает я вам как сейчас вот прям это прям психология я вам как психолог скажу я провел кучу тренингов да то есть за 12 лет я ну и мастер-классов знаете сколько вот сколько стоит усилий чтобы взрослого человека довести до состояния ребенка чтобы взрослый человек научился хотеть мечтать желать чтоб он наконец услышал того ребенка которого вы прибили в детстве понимаете и сейчас вы держите ребенка своего там 12-14 лет у него еще там все не закрыто и он вам говорит я хочу там быть там художником хочу быть айтишником хочу быть инженером и ты его не слышишь ну это же бред если честно это же бред то есть очень важно слышать ребенка куда он хочет очень важно я почему так сейчас настойчиво это все проговариваю потому что у меня у самого дочки 16 лет сейчас и она выбирает там то есть мы выбираем место где она будет учиться мы выбираем вуз куда она будет поступать к вузу потому что очень много оказывается сопутствующих вещей проживание стоимость потянем не потянем мы потянем один год или шесть лет потянем сколько мы потянем поэтому очень обидно потратить шесть лет жизни там всей семьи отдавать там я не знаю последние там партий себя снимать и платить ему за образование и чтобы он отучился не туда куда он для чего вот столько усилий для того чтобы родители был уверен это для того чтобы я был хорошим папой или я была хорошей мамой у родителей у них страх такой что типа дети скажут а что ты мне маму не посоветовал в свое время вот я ошибся у родителей мне кажется страх еще что с одной стороны что типа родить дети будут обвинять что мы не дали им выбора а с другой стороны страх что дети когда по-своему сделают будут обвинять а чё ж ты меня не остановила там если у них что-то там не получится вот есть же это тот ребенок может так думать вообще так дети не думают почему Игорь вот был такой кейс в смысле таких много кейсов это можно же экстраполировать на другое смотрите девочка ходила в культурное катание мама ее в какой-то момент короче девочка не захотела потом мама ее заставила и та закончила и потом в конце говорит мам блин я тебе так благодарна что ты меня заставила и второй кейс мальчик ходил на бальные танцы потом бросил мама его пыталась заставить он все таки ну короче сказал нет это мое решение я не буду а потом вырос и говорит там чувства меня тогда не заставило я бы там сейчас стал там мастером спорта что-нибудь там достиг каких-то успехов то есть и там виноват родители это смотрите в любом случае будете виноваты как родители если вы не научите ребенка принятию самостоятельных решений понимаете вот это вот обвинительные обвинительная риторика ребенка и любого взрослого человека это психология как бы незрелой личности детская позиция если в 12-14 лет это допустимо в 40 это нет и если ты сам то есть это опять от воспитания семьи ну в семье зависит и зависит от мышления своих самих родителей то есть начинается же с каши все вот ребенок садится там в 6 лет и ты ему кашу манную он говорит я кашу не хочу а что ты хочешь а я хочу там картошку а ты когда захотел картошку ты мог сказать вчера вечером я бы тебе приготовил картошку а не кашу а вечером я не знал ну тогда ешь что тебе дают то есть очень важно показывать ребенку что всему то есть он его ответственность хотя бы в выборе да если вы с детства на нем учитесь ребенка приучать к выбору чтобы он озвучивал что он хочет и тогда он это получает то будучи уже подростком это будет просто привычкой я хочу там быть детям я хочу туда это константа вот до 12-14 лет это то что никто не спрашивает обязательно что согласен что-то этот это спорт потом ты можешь уже варить дочка говорит я не хочу плавать но она любит там коньки и мы говорим если плавание не ходишь тогда коньки тоже не ходишь и она ходила ему коньки на плавание тоже это пока ты можешь манипулировать вот какими-то вещами во благо типа ребенка воспитание его характера нужно манипулировать я знаете здесь просто для зрителей тоже насчет музыки что музыка она дает усидчивость а еще она дает как она развивает нейросвязь ну короче мозг твой дети которые играют на музыкальных инструментах у них чуть-чуть другая система вообще мышления даже то что они там на двух руках например на пиано играют правое и левое полушария работают чуть по другому я абсолютно согласна насчет музыки и спорта окей тогда еще такой вопрос Игорь смотрите есть мы что-то с вами про профориентацию должны были говорить а уж никак есть такая тема это когда дети берут после после школы не отделился еще короче с профессией еще не знает чем он хочет заниматься и такое состояние и дети некоторые берут год академически называются как вот вы но родители страшно этого стрессуют от этого ну как боятся потому что им кажется что там все учатся поступили а мой ребенок балду гоняет вот как что посоветуете таким родителям которые тревожатся насчет знаете как ко мне приводили парни ему 18 лет короче он закончил первый курс института университета где-то там за границей хороший вуз в кампусе он жил потом он понял что это не его приехал вот как вы говорите габ чего там приехал обратно в Алматы и сказал я пока подумаю кем я вообще хочу быть и прошел год и он так не понял кем он хочет быть мы с ним проводили по моему 3 или 4 сессии а мама его сильно переживала чтобы он не терял год еще один год чтобы он уже поехал и учился а он вот ныл все вот я не хотел быть там вот этим а мама меня отправила а я сейчас этот я говорю а кем ты хочешь я не знаю это вот на пятой по моему сессии я говорю ты знаешь он хочешь я говорю тебе совет теперь уже не как психолог а просто как ну вот мужик я тебе скажу он говорит скажи я говорю если бы ты был моим сыном я бы взял биту и сломал бы тебе колени нахрен он такой за что я говорю потому что если бы мне в твоем возрасте предложили такие условия обучения да я бы ноги целовал я бы пол целовал по которому мама ходит и летел бы туда и учился бы да я бы сделал все чтобы получить красный там ну вышибал это первое второе если ты сейчас не знаешь кем ты хочешь быть то учись там где тебя послали потому что нужно понимать что если ты не мог как бы если у тебя нет на свою жизнь своих планов то у других есть свои планы на это если нету своего плана иди по маминому плану но ты обязан ну то есть ты должен обратить внимание на то что у тебя внутри если ты не научился не умеешь и пока не знаешь то учись там куда тебя направили и не ной когда ты узнаешь кем ты захочешь стать ты в любой момент пойдешь переучишься ты пойдешь переведешься то есть ты закончишь пойдешь в другой вуз в магистратуру в другую поступишь ну в чем проблема сегодня нет проблем мне кажется сейчас смотрите Игорь можно да вот такой диалог строить с детьми которые говорят я не знаю что хочу тогда я могу сказать но если ты не знаешь так делай так как я говорю если ты сейчас не понимаешь что ты хочешь котлету или там борщ а есть только борщ ешь борщ окей то есть ну смотрите очень почему я говорю нельзя подавлять ребенка нельзя его ломать да чтобы он мог понимать и озвучивать смотрите что мы делаем со своим телом на уровне вот просто физики да вы идете такие в магазин и думаете я вот сейчас бы воды попить да вы приходите в магазин и говорите можно мне там 0.5 воды а вам говорят а у нас есть еще там липтон у нас есть еще фьюз у нас там еще есть кока-кола пепсикола что вы хотите и ты такой ладно давайте там спрайт и вам дают какой-то напиток вы идете пьете но тело же хотела воды понимаете понимаете и ты тогда получается пьешь то чего ты не хотел и так происходит постепенно каждый день изо дня в день это знаете и ты привык тело чужие ты привыкаешь а потом тебе вдруг 18 исполняется или 16 кем ты хочешь быть вообще не знаю я воду выбрать сам не могу я не знаю кем я хочу быть понимаете потому что ребенок одевает шапку не тогда когда замерз а когда мама замерзла и получается что каждый раз когда ты не умеешь слышать себя ты хочешь действительно воды и там сладкий напиток и выбираешь сладкий напиток потому что он вкуснее ты каждый раз подавляешь внутреннее собственное желание это даже не извне собственное желание в угоду чему-то там типа вкусному но ты не завершаешь то что ты хотел и это потом становится привычкой делать что-то что почему много людей работает в найме потому что там говорят что делать понимаете очень много людей которые закрылись очень много людей у которых нет своих желаний и они исполняют цели других людей абсолютно чужих угу если бы все люди слышали бы себя но я сомневаюсь что кто-то бы в найме вообще был и работал ну так как бы тогда компании работали я не знаю как бы были бы компании но бирюзовая организация это вот та система где бы такие люди работали да ну понимаешь то есть партнерство весь мир движется к партнерству и уже не нужны винтики там болтики там ну не надо уже даже уже в ученой среде там вот где-то ну вот в той же Америке в этой да в этой нейролинке привлекают колоссальное количество ученых разных молодых и они туда внедряются в учебу не для того чтобы идти знаете есть же такое масштабирование как бы большая цель да то есть сам ты ее не сделаешь и тогда наверное есть смысл вплиниваться в команду и там за счет вот этого большого больших ресурсов достигать собственных целей можно наверное но я вот люди если бы себя слышали я бы очень сильно сомневаюсь что кто-то хотел бы с девяти до шести работать за такие деньги я очень сомневаюсь что кто-то бы хотел бы быть там ну вот в каких-то непонятных моральных этических каких-то там и быть там где-то в органах работать да где-то ну вряд ли он родился и вот хочу я вот на кого-то потрачить бы вот смотрите тогда получается Игорь вот сейчас вы классную вещь сказали это что идет из того что ты ну начало получается берет в том что ты не слышишь свое тело и делаешь какие-то вещи потому что тебе кто-то там внешне там сказал или да а как тогда воспитывать детей чтобы они слышали ну-ка подумай сядь что ты сейчас сам хочешь вот так прям да осознанное питание осознанные действия да ну как он например я хочу конфет вот сейчас и мама я хочу конфету сядь подумай какую ты хочешь а что тебе дает это а сколько ты можешь съесть их а как ты думаешь сколько будет полезно сколько будет безопасно ну это уже уже когда 12 лет когда уже вот что-то вот там есть уже в голове угу и нельзя никакие инициативы подавлять никакие у меня вот дочка танцует каждый день по 3-4 раза там дом на ушах весь и мы как бы не подавляем она хочет конфеты она ест не хочет конфеты не ест она то есть ну мы абсолютно свободу даем вот честно но с ней можно договориться да потому что я вот это не хочу это там ущемляет мои права говорит ребенок в 10 лет да какие твои права она 6 лет медитировала сидела вы понимаете я не медитирую при всем то что я это но я захожу в комнату она сидит медитирует понимаете до сих пор каждый день медитирует ну да эти дети недавно хочу поделиться просто был один на активите здесь мы что-то разбирали вот а юридические профессии я мастер-класс делала там рассказывала какие бывают юристы и знаете в конце я говорю какую профессию вам понравится я там рассказывала адвокаты как зарабатывают там как они ну какая у них карьера там корпоративные юристы и так далее и одна девчонка встала и говорит я хочу вот криминалисты я говорю они меньше всех зарабатывают там у них такая она говорит я хочу раскрывать преступления и вот ну помогать миру то есть ими я тогда поняла ими движение не то что мы думаем да и просто хочется что-то такое интересное делать смотрите наше поколение ну до нас вот наши родители да они выживали потом случай вот смотрите вот вот история же наша голодомора начнем голодомор потом более-менее война вторая мировая началась потом советский союз построили боль только стала появляться еда союз развалился да то есть не было такого вот то есть мы вот генетически поведенчески вбили нам страх голода вы знаете мы когда первый раз полетели в америку мы еду которую давали в самолете прятали ее в этот в рюкзак и переходили в следующий самолет с этой едой а там опять давали да 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 понимаете то есть ну это насколько в голове это было там я не знаю пять лет назад понимаете и мы все равно мы боялись что не хватит еды а там в каждом самолете по три-четыре раза кормили то есть и это мы передаем же потихоньку потихоньку как мы как мы хотим переделать взрослое поколение никак не переделать но это уже вбито теперь наша задача не испортить своих детей все наши дети сейчас 2000 там 2003 шестой год десятый год рождения это наверное первое поколение которое родилось в независимой стране где более-менее экономический успех когда уже ну не то чтобы все но есть какая-то часть большая общество которое не думает что оно не будет есть у них нет страха что еды не будет у них нет страха что будет война у них нет ну то есть у них вот этих каких-то запасных парашютов нет у них все они вот свободны от этого да а мы рабы скажите как ну как родители например ну все-таки мы про профориентацию да как помочь им с этой темой и вообще как их мотивировать мотивировать и помогать им находить вот этот свой какой-то путь ну кроме того что прислушиваться а вот как еще родитель может сам замечать да как-то ему даже и чуть-чуть инициативу как мы же более умные более креативные наверное да в плане что-то такое раз найти какое-то такое мудрое решение хоп и подложить нужный подсветить там нужную какую-то сторону чтобы ребенок туда повернул и посмотрел да в тебя там и сделал свой выбор ну то есть такие какие-то ловкие или как мудрость какую-то родительскую что вот мы должны такое делать чтобы вдохновлять мотивировать и направлять в правильное русло чтобы он все-таки счастливый был там и выбрал правильно свою профессию всем родителям говорю научитесь хвалить своих детей не осуждать не обвинять а хвалить за то что они хорошо делают не нужно искать то что они делают плохо это у нас вот дурная привычка да у нас почему ты такой плохой научитесь находить лучшие стороны в своих детях и хвалить их за это поощряйте хорошую сторону своих детей не нужно их тыкать в говно мордой тыкайте в хорошее ты сам поверишь что твой ребенок гений сам поверишь что он гениальный дети и и и и и те и другие будут счастливы и свободны вот согласно и можно я здесь добавлю один эксперимент вот родителям в одной школе проводили такой эксперимент это вот в поддержку ваших слов да Игорь привели экспертов в какой-то класс и сказали эти эксперты мы сейчас проведем тест и определим какие дети более гениальные более способные и как бы покажем вам да их и в итоге короче ну школа ждала администрация в итоге присылают они результаты тестов и говорят там ABCD какие-то там пять учеников они гениальные типа в них есть какой-то задаток талант вам нужно в общем внимание и что вы думаете через год когда приехали эти экспериментальные эти эксперты да замерить результаты промежуточные учителя все начали вы знаете действительно те пять человек которых вы нам указали они действительно какие-то особенные там они такие классные результаты показывают они действительно лучше слушают и так далее и подвох в этом всем был знаете какой в том что на самом деле тестировали и просто рандомно выбрали пять детей и сказали что они там гениальные в них есть задатки и что получается что учителя вбили себе в голову ну как бы уже предвзято было такое решение что блин вот этот ребенок гениальный и они начали сами лучше слушать лучше там как-то хвалить где-то как-то там ну помогать им то есть более внимательно стали к этим детям и эти дети реально получается начали показывать такой результат получается вот как вы говорите верьте в детей видите ну чем больше вы будете в них видеть тем больше это будет подсвечиваться да или там ярче гореть наверное и у детей это прям как вот даже ну как на подсознательном уровне что будет происходить в общем какой-то magic будет происходить что они действительно такими будут становиться да и не надо знаете есть такое этот упражнение когда вот люди всегда спрашивают я не могу найти общий язык вот с этим человеком потому что он противный да или там я его не люблю есть такой совет что найди три положительных качества в этом человеке и всегда с ним говорить через сквозь призму этих трех качеств и тогда ваши взаимоотношения наладятся вот с детьми то же самое да найди три качества которые у ребенка гениальные и сквозь три эти качества говори ты хорошо рисуешь у тебя там правописание грамотное ты хорошо считаешь то есть и через эти три качества начали с ним общаться и тогда они начнут подтягиваться даже если это не так ты похвали какую ты елочку рискуешь у тебя лучшая елочка на планете земля он их две тысячи нарисует и она действительно последняя будет лучшая то есть очень важно поощрять детей и взрослых тоже просто мы советские люди ну как это да мы привыкли из под палки все мы привыкли видите мы я же говорю вот исторически мы бежим от голода от холода еще чего-то и мы привыкли развиваться от от страха и мы воспитываем от страха так же зачем мы бьем ну вот в смысле мы бьем принято у нас бить детей да то есть это это же есть потому что мы думаем что от страха он начнет двигаться но сегодня мир изменился от страха никто никуда не не двинется страх он сковывает ты можешь добиться чего-то от страха но ты не будешь счастлив а сегодня мы все стремимся к успеху к счастью к деньгам и очень можно прийти сегодня как эзотерики говорят к легким деньгам да то есть надо зарабатывать в удовольствие вот это тогда когда ты будешь стремиться да вот просто родители тоже моя дочка 11 лет она мне однажды сказал мам когда ты ругаешь я наоборот не хочу ты делаешь меня хуже я говорю ну а как тогда вот ты меня не слушаешь там например сто лет я тебе сто раз повторяю ты сидишь да а сейчас я не делаешь мне приходится там крикнуть да она говорит ты подойди меня обними и скажи дочь пожалуйста сделай и я сделаю то есть ну мы привыкли типа давай давай там да а им вот так надо короче надо слышать детей в итоге нужно слышать всех да но это то чего самый знаете вот сейчас такое же время люди вот смотрите даже среди эзотерических духовных там психологов там всех есть такая фраза которая уже всех задолбала это типа я тебя услышал да оно означает на эзотерическом языке типа пошел нахер у меня есть свое мнение да но а я думала понял оно сначала было очень глубокое да я тебя услышал это значит я принял твою точку зрения я ее разделяю я ее рассмотрю да но в какой-то момент оно стало чуть ли не пошел вон понимаете то есть и важно не то что словесно я тебя понимаю я тебя а надо сесть и понять прям ребенка надо сесть и что-то объяснить я понимаю что что ребенок и взрослый интеллект кажется что мы сильно разные но у ребенка очень много мудрости и нужно с ними просто поговорить или хотя бы сесть даже если ты ничего ни одного слова не понял просто кивать и слушать просто и все ему нужно будет твое внимание и поэтому до 12 где-то примерно до 14-16 лет ты им еще нужен после ты им уже будешь не нужен я всем родителям говорю у тебя время только до 12-14 лет больше у тебя времени нет с кем больше это уже потом самостоятельная автономная личность свободная если все правильно идет если он до сих пор у тебя там психически привязан и ему уже 45 лет что-то в этой жизни вы делаете не то и вот как раз таки да до 14 если ты заложил с ребенком своим да такие отношения то они потом дальше сыграют если до 14 вы не склеили какие-то такие прям базовые да такие добрые от сердца к сердцу отношения то все потом уже не сможете ничего сделать ну можно но очень тяжело да просто видите родитель же тоже свое ответственность перекладывает почему мать вцепляется ну в основном мама вцепляется за детей потому что она боится одиночества вообще женщина очень сильно боится одиночества и поэтому она хочет чтобы рядом кто-то был это там мужчина папа мама потом когда папа мама уходит становится мужчина если мужчина убежал то тогда сын если есть если нет ну и на безрыбье и рак рыба дочка тогда понимаете то есть почему говорю не потому что там я там сексист а потому что женщина заменяет отношения взаимоотношения с мужчиной заменяет с сыном проще понимаете и тогда получается что мне сложно выставить взаимоотношения с мужчиной поэтому я цепляюсь за своего сына и 45 лет он еще не женат и рядом со мной во отпускайте детей пораньше другого другого нет это это все туда же потому что 14-16 лет детей нужно отпускать учиться куда-то в другой город отправлять их куда-то в другой университет да то есть чтобы они были самостоятельны иначе 45 они будут у тебя жить на твою пенсию окей спасибо большое Игорь было очень классно что хороший эфир вроде такие хорошие темы затронули благодарю вас что вы так быстро спокойно там позитивно отозвались на мой запрос давайте тогда я и ну можем подписчикам потом выслать кто хочет посмотреть его после давайте я еще этот его в youtube сохраню в себе всем спасибо тогда за просмотры спасибо у нас кстати есть гайд по профориентации если что я его вышлю всем кто посмотрит эфир и запросит у нас благодарю вас Игорь давайте до новых встреч давайте до новых встреч пока пока